Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю сегодня пофилософствовать на такую тему, как путь к индивидуализации хирургического лечения рака молочной железы. Где мы? Действительно, когда мы говорим об индивидуализации лечения рака молочной железы, в первую очередь, конечно, мы подразумеваем лекарственную терапию. Мы имеем определенные биологические характеристики, опухоли, клинические её параметры, некие клинические параметры пациентки, достаточно чётко прописаны клинические рекомендации, которые претерпевают изменения на основании крупных, рандомизированных, хорошо спланированных исследований. И на этом основании можем предложить пациентке тот или иной вариант лекарственной терапии. Безусловно, есть экономическая составляющая, грубо говоря, наличие или отсутствие самого препарата, но по большому счёту на наше воззрение это влияние не оказывает. Когда мы говорим о выборе операции, то на самом деле вот эта прозрачная схема, она абсолютно не работает. И на мой взгляд, что нам мешает? Во-первых, для выбора хирургического метода лечения приходится нам учитывать намного больше изначальных данных. Мы работаем в условиях достаточно размытых клинических рекомендаций. Мы знаем, что сплошь и рядом звучат формулировки на усмотрение хирурга. Всё это подкрепляется явным недостатком больших многоцентровых исследований по хирургии молочной железы. Кроме того, у нас есть необходимость учитывать не только онкологический, но и эстетический результат наших операций, зачастую очень субъективный. Плюс ко всему прочему, имеются колоссальные различия в технико-экономической базе, кадровых ресурсах, различных медицинских учреждений. Эта проблема не только нашей страны. И, как ни странно, на мой взгляд, нам мешают индивидуальные характеристики хирурга. Конечно, можно со мной поспорить и сказать, что мы учитываем очень много параметров. Да, действительно, мы продвинулись по пути к индивидуализации лечения, хирургического лечения рака молочной железы. Мы пытаемся учитывать биологический потип опухоли с учётом возможного ответа на неодевантную терапию, эффект проведённой неодевантной терапии, все перераспространенности процесса и так далее, и так далее. На самом деле огромное количество факторов, которые нам необходимо рассматривать. Сегодня уже предыдущими докладчиками это было сказано. Но мне хотелось бы посмотреть, насколько всё-таки мы на самом деле всё это учитываем. И я не буду останавливаться на тех вопросах, которые обсуждаются очень часто на всех конференциях. Только иллюстративно на некоторых факторах. Например, наличие БРК-мутации. Ну, логика мне подсказывает, что пациентке с раком молочной железы и наличием БРК-мутации логично предлагать мастектомию плюс-минус реконструкцию. Почему? Ну, потому что мы, в принципе, должны предлагать профилактическую мастектомию, абсолютно нелогичное, естественно, выполнение органосохраняющей операции на молочной железе. Во-вторых, есть большое количество данных о том, что всё-таки у БРК-мутированных пациенток риск развития локальных рецидивов в молочной железе при органосохраняющих операциях выше. И эта логика поддерживается очень многими национальными рекомендациями клиническими, либо прямо, либо косвенно. Всё логично. Но тогда почему регулярно в свет выходят работы всё-таки о выполнении органосохраняющих операций у больных БРК положительным раком молочной железы? Кроме того, в ежедневной клинической практике мы постоянно сталкиваемся с такими больными, у которых есть БРК-мутация, и которым всё-таки выполняются органосохраняющие операции. Ну, видимо, не все хирурги поддерживают нашу логику, и, возможно, наверное, это чем-то обосновано. Далее. Локализация опухоли. Вот тот вопрос, который меня постоянно волнует, и неоднократно делались презентации на эту тему, это возможность сохранения сосково-ареолярного комплекса, да, то есть центральная локализация опухоли. И оказывается, что каждый хирург оценивает эту локализацию вообще на самом деле по-своему. У нас нет каких-то чётких рекомендаций на сей счёт. И получается, что мы действуем в операционной только согласно нашему личному опыту и согласно нашим личным каким-то воззрениям. А возраст? Возраст вообще понятие очень растяжимое, особенно для женщины. И вот просмотрев некоторые данные, для меня вот эти данные, например, вообще перевернули несколько представлений о понятии возраста и нашем учёте этого фактора. Например, по данным клиники МИО, вы видите, да, что у пациенток старше 75 лет, 75-80 лет частота выполнения одномоментных реконструкций ни в коей мере не изменяется. Хотя, опять-таки, логика подсказывает, что, наверное, этим пациенткам всё-таки логично предлагать органсохраняющую операцию. Но, несмотря на развитие онкопластической хирургии, выполнение органсохраняющего лечения, тем не менее частота выполнения одномоментных реконструкций у этих пациенток остаётся одинаковой. А у пациенток в возрасте от 65 до 75 лет частота выполнения одномоментных реконструкций даже возрастает. Причём возрастает, в общем-то, такими же темпами, как и частота реконструкций у молодых женщин. По данным анализов данной канцерегистра Франции, мы видим, что у пациенток старше 65 лет, да, действительно, уменьшается частота выполнения реконструкций. Но за счёт отсроченных реконструкций, что абсолютно логично, учитывая как минимум двухэтапность реконструкции, естественно, двукратные наркозы и так далее, и так далее. Но частота одномоментных реконструкций у женщин вплоть до 75 лет остаётся практически неизменной. Однако, что интересно, по результатам этого же канцерегистра Франции частота выполнения реконструкционных операций у возрастных пациенток абсолютно чётко зависит от того, в какую клинику эти пациентки обратились, да. И если пациентка обращается, пациентка старше 70 лет обращается в паблик-хоспитал, то она не достойна никакой реконструкции, а если она обращается в клинику, в госпитале при университете, то она, в общем, ещё даже очень перспективная в этом плане. То же самое мы видим по данным, опубликованным в 2021 году по данным США. Всё зависит от того, в какую клинику обратилась пациентка. Поэтому получается, что как таковой возраст не очень-то сильно и учитывается. Это подкрепляется также данными о территориальной особенности хирургического лечения рака молочной железы. Я не нашла аналогичных данных по России, но думаю, что данные по США, они достаточно демонстративны, поскольку в пределах одной страны объём оперативного вмешательства напрямую зависит от социально-экономических условий того региона, где проживает пациентка. Особенности телосложения и объём молочной железы – это часто взаимосвязанные факторы, и, на мой взгляд, оба этих фактора являются крайне относительными. Во-первых, данные об особенности телосложения на частоту ишемических осложнений достаточно противоречивые. Очень часто эти статьи напоминают «Я так могу, а вот ты так не можешь, а я могу как-то по-другому». Объём молочной железы – логично, что по мере увеличения объёма молочной железы мы чаще предлагаем пациенткам органсохраняющие операции, увеличивается частота выполнения двухэтапных реконструкций при необходимости и уменьшается число выполнения при пекторальных установках. Но, опять-таки, это очень относительные факторы. Для какого-то хирурга объём молочной железы соответствующей чашке D – это уже повод предложить редукцию молочной железы с симметризирующей операцией, а другой, в общем, даже при чашке F не захочет портить объём и уменьшать молочную железу. Дальше. Очень отягощающий фактор для нашей работы – это наличие самой женщины, малопредсказуемого и, в общем, малопонятного создания, если честно сказать. И если для мужчины красные туфли – это красные туфли, то для женщины, на самом деле, это миллион вариантов. Она будет год думать, потом ещё несколько лет анализировать, и в конечном итоге придёт к выводу, что вообще во всём виноват муж. И мы волей-неволей, но мы должны учитывать пожелания пациентки. Нравится нам это или не нравится. Но эти пожелания у пациентки могут с течением времени меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Кроме того, большая проблема, на мой взгляд, в том, что зачастую наши пациентки ставят знак равенства между реконструктивной и эстетической хирургией. Кроме того, в литературе я нашла данные, это данные разных абсолютно стран, о том, что треть пациента, которым была в своё время предложена органсохраняющая операция, предпочитали мастектомию. Причём, согласно опросникам, никаких объективных причин для этого не было. То есть что двигало женщины, что двигало пациентка при выборе данного объёма операции, абсолютно непонятно. И вот таким образом при выборе объёма операции мы оказываемся погребены просто под огромным количеством вот этих факторов, плюс добавляется отсутствие чётких клинических рекомендаций, и дальше включаются тягощающие моменты. Это административно-экономические ресурсы, профессиональные навыки самого хирурга, личные его предпочтения и техническая оснащённость клиники. Административно-экономические ресурсы никуда от этого не денешься. И вот интересные данные, опубликованные в 2020 году, Нидерланды проанализировали экономические затраты на хирургическое лечение пациенток ракомолочной железы. И абсолютно понятно, что экономически выгодная и самой выгодной операцией является обычная мастектомия без всякой реконструкции. На втором месте находится органсохраняющий операции, и они удорожаются ввиду обязательного проведения лучевой терапии. А вот любые реконструкции или аутореконструкции, либо аллореконструкции, они удорожаются, причём удорожаются за счёт повторных визитов пациентки на перевязки ввиду осложнений и прочее. То есть это в наших реалиях, в наших реалиях, в нашей стране, это то, что ложится по большому счёту нагрузкой финансовой на плечи пациентки. И в связи с этим интересными мне показались данные 2021 года, опубликованная статья об удовлетворённости наших пациенток, нашей работы. И, как ни странно, это напрямую коррелирует с финансовой токсичностью. То есть чем больше денег пациентка потратила на своё лечение, тем она менее довольна результатом, вне зависимости от того, довольны ли мы этим результатом. И эта проблема на самом деле не только нашей страны. Вот манифест Европейской конференции, 12-й Европейской конференции по раку молочной железы, где, в общем-то, абсолютно чётко, открыто сказано, что на самом деле клиники не заинтересованы зачастую в усложнении хирургических операций на молочной железе. И зачастую сами хирурги, если не брать во внимание личные какие-то амбиции или собственную репутацию, тоже не, в общем-то, заинтересованы в усложнении процесса. Почему я говорю о том, что личные предпочтения хирурга, ну, на мой взгляд, всё-таки мешают нам идти вот по вот этому пути индивидуализации хирургического лечения именно пациентке? Потому что у нас у всех есть какие-то свои фишки, есть какие-то вещи, которые нравятся, которые не нравятся. И мы волей-неволей всё равно предлагаем пациентке ту операцию, которая нам нравится, или ту операцию, которую мы умеем делать. Ну, например, вот просто клинические примеры. В принципе, очень похожие пациентки с одинаковыми молочными железами, с одинаковым возрастом и так далее, и так далее. Но у всех этих пациенток были абсолютно выполнены хирургические вмешательства с разными нюансами, скажем так. И мы видим, что, в принципе, независимо от того, какой имплант был использован, текстурированный или полиуретановый, использовала сетка, либо вообще ничем не укрывался нижний склон, куда ставился имплант, препекторальный или суппекторальный, в принципе, достигнуты хорошие результаты. И на самом деле, почему конкретно у этих пациенток был выбран вот именно такой вариант реконструкции, ну, даже я, наверное, сейчас и не скажу. Ну, это эти же. Ещё плюс ко всему прочему, у нас есть сейчас онкопластические резекции, которые тоже могут являться определённой альтернативой для одномоментных реконструкций. И тоже очень сложно зачастую выбрать. Если ты, в общем-то, обладаешь возможностями выполнения всех объёмов, то достаточно сложно определиться, что же конкретно сделать этой пациентке. Таким образом, на мой взгляд, несмотря на то, что мы действительно всё-таки продвинулись к индивидуализации хирургического лечения рака молочной железы, мы зачастую подменяем понятие. Мы не индивидуализируем хирургическое лечение пациентки, мы всё больше и больше идём к индивидуализации практической деятельности самого хирурга и той клиники, которую он представляет. А для реальной индивидуализации хирургического лечения рака молочной железы, на мой взгляд, необходимо наличие технической возможности выполнения всего спектра хирургических вмешательств во всех клиниках, наличие кадровых и административных ресурсов. Мы знаем, что на сегодняшний момент кадровый вопрос стоит очень остро во многих клиниках. Это адекватная экономическая составляющая, а не тогда, когда у нас самая простая операция стоит столько же, сколько самая сложная операция. И профессиональная заинтересованность хирурга. И только тогда, в общем, будет нам счастье. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Спасибо.